Главная особенность федеральной программы «Современная городская среда» это активное участие жителей многоквартирных домов во всех этапах проводимых работ. К примеру, здесь по адресу железнодорожников 32 на общем собрании было решено сделать новые парковочные карманы, цветочные клумбы и детский городок. По словам местных жителей, капитального ремонта во дворе не было со времен постройки самого дома в 70-х годах. Сейчас рабочие укладывают асфальт и бордерный камень, готовят почву для последующего озеленения. Обещают, что все закончат через пару недель. То, что было и то, что будет, как я уже вижу, оно будет служить самым разным категориям. И детям, и подросткам, и тем более, что у нас неплохая очень спортивная площадка рядом, и людям из зрелого возраста. В процессе работы все жители участвуют, вносят свои предложения, иногда делают замечания, свои желания. Все там будем, учитываем и делаем так, чтобы им понравилось. Работу подрядчика сегодня оценил глава Красноярска Эдхам Акбулатов, представители мэрии, районной администрации, а также депутаты городского совета. Сейчас важно понять, какие сложности могут возникнуть при проведении такого комплексного благоустройства. Программа рассчитана на несколько лет, и все организационные вопросы лучше решать заранее. Это не столько проект ремонта двора, не столько проект благоустройства, сколько проект, направленный на то, чтобы создавать у людей чувство хозяина в собственном дворе. Проект будет реализовываться не только в этом году. Подразумевается, что в ближайшее время в городе появится программа, рассчитанная на пять лет, связанная с реализацией данных мероприятий. Подчеркиваю, эти мероприятия, эти работы должны выполняться при активном участии жителей и при контроле жителей за качеством выполняемых работ. Контролировать будут не только качество самих работ. Деньги на благоустройство выделены сразу из федерального, краевого и городского бюджетов. Поэтому за тем, как подрядчики расходуют средства, будут пристально следить депутаты горсовета. Мы ее принимали и утверждали эту программу на комиссии по городскому самоправлению и затем уже на комиссии по бюджету и на сессии в качестве корректировки. Поэтому городской совет следит за исполнением этой программы от самого ее появления. В начале этого года мы ее будем отслеживать сейчас на этапе ее реализации во время проведения ремонтов. До первого сентября в Красноярске должны привести в порядок 215 дворов, по краю чуть больше 500. На следующий год список будет еще расширен. В 2018-м по региону количество придомовых территорий, где проведут благоустройство, вырастет еще на полторы сотни. Сергей Сеславин, Павел Пателицын. Новости.